Межбюджетные отношения позволяют разделять нагрузку по строительству значимых объектов таким образом. 80% средств по госпрограмме дает краевой бюджет, 20% муниципальный. Город определяет приоритеты на 2018 год, чтобы стать достойным звания краевой столицы не только из окна автомобиля на гостевом маршруте, но и во дворах. Нам бы хотелось попасть, и для этого есть все основания программы безопасных дорог на будущий год, и продолжить ремонт дорог, и в принципе мы уже наметили опорные дороги по Владивостоку, которые хотелось бы сделать. Снеговая пать, лесной квартал, Патрокол. Массовые застройки не стали примером продуманной городской среды. Здесь все так же не хватает инфраструктуры. И по мнению руководства города, садики и школы – главное ожидание людей. Есть вопросы социального характера, которые также нужно решать. Хочется сделать стадион-строитель в центре города, чтобы он был такой нормальный, игровой. Нужна реконструкция стадиона, авангард, нужно заниматься Ружневским мостом, там тоже серьезные затраты. 2017 год стал для Владивостока особенным в части проведения дорожных работ. Это связано с существенным поступлением средств из федерального бюджета. Ремонты по приоритетному федеральному проекту «Безопасные и качественные дороги» в 2018 году продолжатся. Отремонтируют Светландскую, 50 лет ВЛКСМ, Порт-Артурскую, Русскую, Спортивную, Нижнепортовую и многие другие. Более 13 километров городских магистралей ждут обновления с оснащением пешеходных зон и благоустройством. И все же самые серьезные планы города связаны со строительством объездных магистралей. Константин Межонов назвал те, в строительстве которых необходима поддержка края. Это объездная по направлению дворец спорта Олимпийский, мыс Кунгасный и новая дорога Партизанский проспект, Нерчинская, в ГУЭС, Фуникулер. Максим Яковлев, Дмитрий Сухоруков, Новости на Восьмом.